Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Охота и рыбалка в Якутии». Тот, кто занимается зимней рыбалкой с сетями, куюром или промыслом андатры, знает, как трудно прорубить лед, толщина которого нередко превышает один метр. В этих условиях хорошая пешня и умение ее владеть имеют большое значение. Существует выработанная веками традиционная форма якутской пешни. Она напоминает большой нож односторонней заточки или несколько утолщенную якутскую пальму – батас. Величина ее может быть различна. Чем толще лед, тем тяжелее и толще должна быть пешня. При промысле на группе небольших озер, когда охотник вынужден делать большие пешие переходы, вес пешни может быть всего 2,5-3 килограмма. Главное требование к пешне – острота и прямолинейность грани. От носка до раструба эта грань должна быть острой и прямой. Вместе с носком она является основной рабочей частью. Техника применения якутской пешни несколько своеобразна и заключается в следующем. Сделав небольшое углубление во льду, постепенно, стесывая стенки, прорубают прорубь. При этом клинок пешни гранью обращают наружу, а заточенной стороной – внутрь проруби. При правосторонней заточке пешни стесывание стенок производится по все расширяющейся спирали в направлении хода солнца, а при левосторонней заточке – наоборот. Прогресс не стоит на месте, и со временем якутские кузнецы начали искать более совершенные конструкции. И одним из признанных новаторов в этом деле является Леонид Прокопьевич Говоров. В Намском педагогическом колледже в стенах кузнечной мастерской Леонид Прокопьевич передает свои знания подрастающему поколению. Кузнечное дело поражает сложностью изготовления, но после долгого и упорного труда создаются великолепные и неповторимые авторские работы. Когда мы приехали, в мастерской заканчивались занятия по кузнечному делу, учащиеся под чутким руководством Леонида Прокопьевича сноровисто ковали свои первые ножи. Закончив занятия, кузнец начинает заново разжигать город. Нам предстоит стать свидетелями рождения пешни. Начинается чудодейство кузнеца. Сейчас мы начнем ковать пешню из пальца трактора ДТ-75. Он применяется для сцепления траков-бусеницы. Крепкая, хорошая сталь. Из него получается отличная пешня. Сначала нагреем как следует. Кузнец ловко выхватывает раскаленный палец и кладет под гидравлический молот. Как видите, отковал грани, сформировал квадратный брусок. Из него кувалдой будем вытягивать наконечник. Затем, положив заготовку на специальную самодельную фигурную наковальню, рассечем на двое наконечник и будем ковать лепесткообразную откалывающую пешню. Молотобоец отточенными ударами с плеча начинает оттягивать острие. На наших глазах кусок металла начинает приобретать форму. Постепенно вырисовываются очертания будущего наконечника пешни. Вот, отковали такое ребро. Мы его сделали специально, чтобы удобно было ковать. Это ребро поможет нам раскроить пешню с помощью молотка зубила. Надо бы еще немножко оттянуть. Это молоток зубила. Им будем растекать заготовку. Трудно указать температуру нагрева металла под ковку. Опытные кузнецы определяют это на глаз. Леонид специально для нас демонстрирует пирометр. Затем заготовка укладывается на фигурную наковальню. Резкими ударами при помощи зубила прорубается канавка для последующего формирования лепестков. Следует заметить, что нагревая сталь, надо избегать пережога. Также не следует ковать недогретую сталь, во избежание растрескивания. Рассекли надвое. Теперь из рассеченных пластин будем формировать лепестки. Механический молот. Вот это вещь. Голыми руками много не намахаешь. Рука устает, локоть болит. Такая вот пешня прекрасно колет и зимний, хрупкий, и весенний, вязкий льды. Хороша она и по толстому льду. Вот поэтому наша универсальная пешня пользуется успехом. Конечно, ковать такую пешню более сложно и трудоемко, чем простую. Требуется прилагать больше усилий. Раскаленную упаковку кладут на наковальню и с помощью кувалды расплющивают лепестки пешни. Сейчас будем выпрямлять ось пешню. Как только выпрямим, найдем угол разводки лезвий и перейдем к закалке. Кузнец ударами о наковальню находит и выпрямляет ось пешни, попутно удаляя окалину. Затем с помощью ручника производят выглаживание паковки. Ну все, наконечник готов. Теперь, пока металл мягкий, следует на наждаке поработать. Придаем форму, потом в горне нагреваем наконечник и закаляем только острие наконечника. Ну вот, примерно досюда. Пока оставим остывать. Подмастерье Спартак Николаев приехал за тысячу километров, чтобы научиться у Леонида Прокопьевича секретам кузнечного дела. Вот такой пешней в основном пользовались в 18-19 веках. В те времена железа было мало, и такая форма выверена веками. Ее легко возить с собой в поклаже коня, в оленьях-нарках, не беря с собой лишнего инструмента. Пешня универсальна. Ее используют как батас, пальму, чтобы срубать древко для пешней. Можно использовать как большой нож, чтобы строгать срубленную жердину и, насадив рукоятку, долбить пешней лед. Пешню батас такой формы я впервые увидел у себя на родине, в Тюбя-Идархане, сунтарского улуса, 80-летнего старого охотника Михаила Никифорова. Он рассказывал, что она передана ему его отцом и хранил пешню батас, как зеницу ока. Пойду ковать якутский нож. Древесный уголь хорош тем, что сразу дает жар. Начальным этапом, с чего начинается ковка клинка, является формирование хвостовика. В дальнейшем за него удобней удерживать поковку во время манипуляций с ней. Вот и теперь кузнец, подхватив клещами за хвостовик клинка, начинает ковку лезвия. Закончив протяжку тела клинка и сформировав лезвие, леонид начинает вытягивать дол ножа. Для этого он использует полную длину наковальни. Время от времени следует уделять внимание рабочей температуре заготовки. В остывшей стали могут развиваться внутренние напряжения, что приведет к трещинам. Кузнец получает готовую контурную заготовку клинка. Очень важно подвергнуть равномерной ковке обе стороны клинка. В противном случае, из-за неравномерной структуры, клинок поведет. Так как при уплотнении лезвия, когда бьют дол, металл тянется в стороны в области лезвия и остается нерастянутым на обухе, клинок сильно выгибается. Чтобы скомпенсировать этот эффект, кузнец ударами изгибает клинок в обратную сторону. Получился широкий нож. Если бьешь молотком по сердцевине клинка, он расширяется и получается дол. Когда формируешь дол, происходит уплотнение металла и, соответственно, расширение. Одной из наиболее спорных и необычных деталей якутского ножа и считается этот самый дол. Вот вокруг него и идут бесконечные споры. Каких только гипотез о его назначении не услышишь. Наверняка якутские кузнецы пользовались этим приемом для экономии высококачественной стали, а также придания клинку прочности. Ведь железо добывалось с большим трудом. Как я уже говорил, любую упаковку перед закалкой следует обработать на наждаке. На наждачном круге выравниваем разные огрехи поковки, придаем чистовую форму, обозначаем лезвие, но не точим до конца. Остывший металл не следует ковать, могут появиться микротрещины. Перед закалкой добиваемся равномерного горения горна. Клинок ножа перед тем, как положить на угли, нужно как следует прогреть. Холодная сталь плохо поддается закалке. На уголь кладем обухом вниз. Если положить лезвием на жар, то оно ведь тонкое, поэтому может прогореть. Чем угли белее, тем температура выше. Наконечник клинка может быстро перегреться, поэтому надо быть внимательнее. Леонид с помощью пирометра определяет температуру в печи. Закалку производят в масляной ванне. Вот нож и готов. Пора перейти к пешне. Настает ответственная пора, закалка. После закалки с помощью грубого наждака наконечнику придают идеальную форму. Затем на мелкозернистом круге проводят доводку изделия. Мастер пробует остроту лезвия пешни. Без натуги точит карандаш. Леонид для удобства транспортировки пешни делает ее разборной. Все части разборной пешни хранятся в самодельном кейсе, придуманном кузнецом. Чтобы удобно было возить на автомобиле, я подогнал размеры разборной пешни под багажник легковой машины. В этом кейсе в комплекте два наконечника. Колющий наконечник и откалывающий. Вот перед вами откалывающая пешня. Лезвия такой пешни оптимальны для колки льда. Развод лепестков должен быть менее 90 градусов. Я стараюсь придерживаться 75 градусов. Такая пешня очень ходка по льду. Назначение вот этого наконечника протыкать насквозь лед. Такая пешня хорошо колет любой лед. Поэтому, даже если он довольно толстый, лунку такой пешней проделать можно очень быстро. Наконечники садятся на рукоять посредством резьбы. Поэтому их можно быстро сменить. Рукоять пешни из трубы диаметром 20 миллиметров. Соединяются посредством муфты с мелкой резьбой. Так как с мелкой резьбой соединение прочней и лучше предохраняет соединение против самооткручивания. Соединив трубы, закрепляем гаечным ключом. Потом насаживаем любой из наконечников. Например, вот этот откалывающий. Длина пешни с наконечником составляет 2 метра 30 сантиметров. Такая длина пригодится весной, когда лед очень толстый. Чтобы рука не скользила и чтобы металл не обжигал пальцы, рукоятку я обмотал тонкой бечевкой. Мотал с помощью токарно-винторезного станка. Обмотка производится только на тех участках, где удобнее удерживать рукоятку. Вес этой пешни около 5 килограммов. Так как наконечник изготовлен из тяжелой детали – полуоси уазика. А так заказывают пешню весом около 4 килограммов. Наконечник должен перевешивать. Тогда пешня легко колет лед. При работе с разборной пешней на льду следует постоянно проверять плотность соединения ее частей. Так как разъединившись во время удара по льду, часть пешни может либо утонуть в лунке, либо причинить телесные повреждения рыболову или окружающим. При проделывании лунок во льду на зимней рыбалке пешня иногда более практична в использовании, чем ледобор. Шнек рыболовного ледобора имеет определенный диаметр, что позволяет пробурить лунку только такого диаметра, который задан производителем. Пешня, в свою очередь, позволяет пробить лунку такого размера, который необходим рыболову в данных условиях зимней рыбалки. Да и в селе, особенно в зимнее время, в пешня – необходимое орудие труда. Обустроить водопой для скота, заготовить лед – все это происходит с помощью пешни. Вот так мы стали свидетелями рождения пешни. Нас радует то, что Леонид Прокопьевич передает свои знания ученикам. И надеемся, что благодаря таким мастерам, как Леонид Говоров, секреты ковки традиционных орудий охоты и труда не будут забыты. А с пожеланиями развития этого нужного дела мы прощаемся с вами. До новых встреч в следующих выпусках передачи «Охота и рыбалка Якутии». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова